Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу тебе о том, как генеральный директор Binance врет клиентам своей биржи прямо в официальном твиттере. И как это никто даже не заметил и просто-напросто поверили ему на слово. Никто даже не усомнился и не проверил его слова. Но начать я хочу и с интересных событий на рынке стейблкоинов. На рынке сейчас есть три основных стейблкоина. Это Тезер USDT, Binance USD и, наконец, Секл USDC. И между ними сейчас разгорается настоящая война и даже Криптоком подключился к ней. Так, например, Binance принудительно в автоматическом порядке перевел стейблкоины своих клиентов в BUSD, Binance USD. Под раздачу попали держатели USDC, TUSD и USDP. Вторая крупнейшая биржа Coinbase опубликовала интереснейшую статью в своем блоге, в которой настойчиво призывает пользователей Binance USD и Тезер USDT переходить на стейблкоин USDC. Якобы он является самым достойным для того, чтобы именно вы оказали ему свое доверие. Причем конвертацию они предлагают вообще без комиссии. С чего это такая щедрость вдруг? Да вот с чего. Как ты видишь на этом графике, капитализация USDC, начиная с февраля этого года, падает и уже потеряла около 8 миллиардов долларов. Еще одна крупная биржа, Crypto.com, пошла еще дальше и запретила все переводы в сети Binance Smart Chain. Причем сделала это так, что многие даже и не заметили этого и потеряли свои деньги, пытаясь перевести средства в Binance Smart Chain. Пользователи криптовалютной биржи Crypto.com жалуются, что потеряли свои деньги, когда переводили средства на биржи в сети Binance Smart Chain. Вот несколько историй от этих пользователей. Сегодня утром остолбенел. Где мои USDC, Crypto.com? По крайней мере, вы должны были сообщить, что больше не принимаете токены сети Binance Smart Chain. Я делаю одну и ту же транзакцию каждую неделю и сегодня деньги пропали. Я вчера тоже был шокирован. Абсолютно нигде они не предупредили, что транзакции в Binance Smart Chain больше не принимаются. Я отправил деньги, чтобы пользоваться ими на карте, как обычно, но они так и не пришли. Я думаю, что пора подавать в суд на Crypto.com. Они, Crypto.com, в основном пытаются найти лазейки, чтобы украсть деньги клиентов, чтобы закрыть любую финансовую дыру, которая у них может быть. Бьюсь об заклад, они не переживут банковскую панику, как FTX. Крис, генеральный директор Crypto.com, верни мне мои чертовые деньги. В общем, биржи начали воевать друг с другом и со своими нативными токенами, а пользователи от этого, как обычно, страдают. Но теперь я хочу перейти к самому вкусному. Как генеральный директор Binance всем солгал, и никто даже этого не заметил. Начнем с этой диаграммы. Это размещение резервов Binance в различные монеты. И мы видим, что нативные токены сети Binance Smart Chain, это BNB и BUSD, занимают вместе более 54% всех резервов биржи. Еще 16% размещено в тезер USDT. Вот как это комментирует Майк Альфред. Генеральный директор Brightscope и Digital Assets Data. Более 70% резервов Binance находятся в Binance Coin, Binance USD и Тезер. Это буквально катастрофа, которая ожидает своего времени. Кто же зажжет спичку? Теперь, когда мы это все знаем, перейдем к тому, как генеральный директор Binance лжет прямо у себя в твиттере, совершенно ничего не стесняясь. Он пишет. Аудит резервов Binance показал полную прозрачность и полную обеспеченность. Официальный твиттер Binance вслед за ним также пишет. В рамках политики полной прозрачности наших резервов мы работаем с финансовым аудитом налоговой и глобальной консультационной компании MazarS. MazarS по результатам проверки выяснил, что обеспеченность резервами депозитов клиентов у Binance составляет аж целых 101%. Даже больше 100%. Кто-то скажет, ну и круто, все путем. Каждый доллар, который клиент перевел на биржу, обеспечен на 101%. Что еще надо для счастья? Здесь есть два нюанса. Первый, что это за компания MazarS? Мне стало интересно, кто занимался аудитом Binance? Давай разберемся в этом. Итак, первый комментарий под записью Binance. MazarS? Чтобы быть реально прозрачной биржей, вы не нашли никого более уважаемого, чем MazarS для проведения аудита. Binance потеряет множество клиентов после этого. Я задумался, почему он написал именно такой комментарий. Долго гуглить не пришлось. Я сразу же нашел скандал, в котором была вовлечена эта аудиторская компания. Официальный регулятор Великобритании FRC, Совет по финансовой отчетности, оштрафовал компанию MazarS на 250 тысяч фунтов стерлингов. За что же? Регулятор утверждает, что аудит компании MazarS не соответствует применимым стандартам и правилам и имеет потенциал подорвать доверие ко всем зарегистрированным аудиторам. Или вот еще одна история. Бухгалтерский надзорный орган Великобритании критикует MazarS за неприемлемое качество их аудита. Четыре из восьми аудитов, проведенных этой компанией, требуют полного их пересмотра. Четыре из восьми, ребята. Блин, да это же половина. Теперь давай рассмотрим то, на что все даже не обратили внимания. Это второй нюанс. Итак, генеральный директор Бинанса сказал, что MazarS провел аудит и Бинанс на 101% обеспечен. И все хорошо. И все, всем этого хватило, никто даже документ не посмотрел. А ведь в документе вся правда, и она разительно отличается от того, что CZ говорит публично. Собственно говоря, вот этот документ. Открываем его и видим, что это не аудит. Занавес. В принципе, дальше продолжать даже не нужно. CZ говорит, что аудит пройден и скидывает документ от MazarS, где в первом же абзаце написано, что это не аудит. Ну ладно, давай продолжим. Если это не аудит, то что же это? Это некие agreed upon procedures. Что же такое agreed upon procedures? В переводе. Заранее обговоренные процедуры. По определению, заранее обговоренные процедуры не являются аудитом, обзором или другой формой подтверждения резервов. То есть, генеральный директор просто-напросто врет, когда говорит, что Binance прошел аудит. Он не прошел аудит. Они опубликовали какие-то заранее договоренные процедуры. У Binance нет ни аудита, ни аттестации, как у того же тезера. Но есть вот это. Заранее обговоренные процедуры, которые CZ выдает за аудит. Причем выдает это публично. Он навешал лапши всем читателям своего твиттера, всем пользователям Binance, всему крипто-сообществу. И меня поражает, что никто этого не понял. Никто не понимает, что Binance фактически только что всем соврал. В лице своего генерального директора он соврал не о чем-то там, а о своих резервах про обеспечение клиентских средств. Вопрос такой. Если у тебя все обеспечено на 101%, как ты говоришь, пройди аудит. Не хочешь? Врешь, чтобы не проводить аудит? Почему? Интересно мне, почему? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok